Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, меня видно и слышно хорошо. И мы с вами, как всегда, в 12 часов начинаем наш вебинар в Директ Академии. Сегодня у нас в гостях, как всегда, каждый месяц компания Гиперметод. И Дмитрий Кречман. Но прежде чем предоставить ему слово, я хотел бы сказать несколько вводных слов, как всегда. В основном для тех, кто впервые на нашем вебинаре. Ну и для наших всегдашних слушателей тоже есть информация. Во-первых, в самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. На самом деле три, но про третью я особо расскажу. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академия.ру с нашим расписанием. В этом расписании внизу страницы есть интерактивная часть. И в этой интерактивной части можно, во-первых, зарегистрироваться на все вебинары, которые будут проходить до конца нашего учебного года, до конца июня месяца. И во-вторых, посмотреть прямо из этого интерактивного расписания, посмотреть записи всех наших предыдущих вебинаров за этот год. Ну, за исключением одного-двух последних, может быть. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube и отвечает на вопрос, будет ли запись этого вебинара, где она будет и так далее. Вот на нашем видеоканале на YouTube хранятся все записи всех наших вебинаров. И этот вебинар тоже уже записывается и будет помещен на наш видеоканал на YouTube в плейлист под названием «Вебинары». Там количество вебинаров записанных уже медленно стремится к цифре 300, такой неимоверной цифре, о которой мы раньше могли только мечтать. Вот столько вебинаров мы уже не только провели, но и записали и поместили на наш YouTube-канал. Ну и, наконец, от третьей ссылки я хотел бы сказать особо. В течение февраля, марта и апреля мы с вами собирали темы от наших слушателей, тех, кто хочет стать спикерами в Директ-Академии, провести вебинар. Собрали 18 тем, предложения 18 тем. И в течение мая, до конца мая мы с вами проводим голосование по этим темам. Три темы, которые победят в голосовании, тем, кто их предложил, авторам, мы предложим провести вебинар в июне месяце. Для того, чтобы проголосовать, вам понадобится Google-аккаунт. Если у вас есть Google-почта, то у вас уже есть Google-аккаунт. Если нет, зарегистрируйтесь, это не так сложно. Дело в том, что только так можно провести корректное голосование, когда один человек может голосовать только один раз и все. Меня радует активность. На самом деле, в настоящий момент 37 человек уже проголосовало. У нас уже есть некоторые лидеры. Не буду говорить, кто это, чтобы не сбивать голосование, его объективность. Но призываю вас присоединиться к голосованию с тем, чтобы мы могли лучшим предоставить слово в июне месяце. Ну и как всегда, сейчас в чате хочу вам проанонсировать два следующих наших вебинара. Первый вебинар состоится завтра. После некоторого перерыва наш руководитель компании Директ Медиа Константин Костюк проведет вебинар под названием «Цифровая революция и электронные медиа. Как меняется наш мир». Вебинар пройдет, как всегда, в 12 часов. Обо всех вебинарах, которые проходят в другое время, мы стараемся в другое время не проводить. Но, тем не менее, иногда так выходит. Мы отдельно сообщаем. Если нет отдельной информации, значит в 12 часов. Ну и в понедельник в 12 часов Юрий Николаевич Белоножкин продолжит свой цикл, посвященный электронному обучению. И проведет вебинар под названием «Видео для социальных сетей. Рекламы и обучение на основе экосистем». Вот. У меня все по вводной части. И теперь, как всегда, я ухожу в чат, буду сопровождать вебинар. И приглашаю сегодняшнего спикера Дмитрия Кречмана для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Дмитрий, прошу на связь. Добрый день, коллеги. Рад, что мы с вами имеем возможность общаться регулярно, с периодичностью примерно раз в месяц в этом году. Поздравляю всех еще с наступлением практически летнего периода, который неразрывно практически связан с наступлением самого приятного в жизни любого сотрудника периода отпускного. Надеюсь, что в этом году ваш отпуск будет мало того, что по хорошей погоде, так еще и по длиннее. Вот, коллеги. Ну а теперь я бы хотел перейти непосредственно к самой тематике вебинара. Да, единственное, что еще маленький организационный вопрос, он связан с тем, что я просил бы вас вопросы ко мне, на которые я бы хотел, чтобы я ответил на них. Пожалуйста, пишите на вкладочку «Вопросы», а не в общий чат, потому что трудно их потом найти, в общем, в этом большом потоке сообщений. Поэтому было бы вам очень признательно, если бы вы эти вопросы формулировали непосредственно в чате, на вкладочке «Вопросы», а не в общем поле. Вот такое маленькое организационное введение. Ну и касаемо теперь уже непосредственно снижения нашей сегодняшней встречи, она ориентирована примерно на час времени. И будет состоять из двух, ну, примерно равных по времени частей. Вначале, вот в формате презентации, я расскажу об общих принципах и нашем опыте в области автоматизации деятельности учебных центров, центров повышения квалификации. Заострил внимание на каких-то особенностях по использованию именно электронного и дистанционного обучения в центрах повышения квалификации и в учебных центрах. А затем покажу несколько примеров вживую, иногда даже настоящих примеров, не песочниц, не макетов каких-то, а примеров реальных порталов. Мы воспользуемся совершенно секретными логинами и паролями для входа в них. И вы сможете примерно представить себе объем масштабы этого явления, как внедрение системы электронного обучения в деятельности учебных центров и центров повышения квалификации. Ну, собственно говоря, определим задачи, которые решаются от базовых задач организации обучения до, может быть, каких-то не очень тривиальных, о которых вы даже не задумывались. Вот примерно такой план на сегодня. Я постараюсь отвечать на вопросы те, которые замечу в чате прямо по ходу дела, не убегая далеко. Но прошу меня извините, если я что-то не замечу, на вкладке «Вопросы» в конце вебинара я пройдусь и посмотрю на эти вопросы, которые не заметил, а не успел ответить. Вот такое начало. Ну и для того, чтобы нам с вами немножечко познакомиться, я представлюсь еще раз. Меня зовут Дмитрий Кличман, я заместитель директора компании «Гиперметод». Компания находится в Петербурге, сейчас у нас здесь в Петербурге леток, где уже, как вы уже, наверное, поняли, достаточно жарко. Кстати говоря, вот ровно в прошлом году примерно в это же время, там неделю раньше, в Петербурге еще был снег по ночам выпадал. Вот в этом году достаточно южная у нас такая погода. Компания занимается разработкой программного обеспечения и внедряет его в деятельность других организаций. Программное обеспечение, которое мы создаем, разрабатываем и внедряем, оно напрямую связано с дистанционным обучением. В первую очередь, это платформа под названием Euring Server, или 4G называется она. Она внедрена в массе организаций, примерно, если всех посчитать пользователей этой платформы ежегодных, то это где-то порядка миллиона человек. Некоторые из этих организаций, может быть, наиболее какие-то известные или характерные, они представлены здесь, перед вами на экране на слайде. Например, корпоративный институт компании «Газпро». В протяжении уже многих, по-моему, семи лет работы на нашей платформе, там проходят повышение квалификации сотрудники, соответственно, головной организации «Газпрома», ну, там, дочерних организаций. А «Газпром», он пока что еще в Москве, значит, в Питер приезжает, башню еще не достроили, но вроде скоро достроят, пока что это московская организация. «Газпромнефть», а вот «Газпромнефть» уже давно и питерская организация. Она, это несколько меньше пятидесяти тысяч человек сотрудников и система, которая, да, сотрудники основного, что это такое, сотрудники бензаправочной станции, ну, наверняка, кто-то из вас, кто, автомобилисты, знает, это более тысячи заправок по всей стране. И это несколько предприятий, отрасли нефтеперерабатывающих. Система по оценке деятельности персонала, на основании данных, которые странируются программы развития, или могут странировать программы развития, вот тоже в этой компании построена на нашей платформе. Из таких, поскольку аудитория в большей степени вузовская, все-таки, да, то, наверное, для вас опыт в вузовке тоже будет, тем более, что в вузах тоже есть часто присутствует повышение квалификации. Ну, например, там, Уральский федеральный университет, это тоже несколько меньше, чем 50 тысяч студентов и порядка 6-8 тысяч преподавателей, которые работают на нашей платформе практически ежедневно. Она подназначена для организации смешанного обучения, то есть, фактически, это автоматизация очного обучения с выделением той фазы или той части очного обучения, которая может быть вынесена в дистанционную. Раздача заданий, проверка курсовых работ, ознакомление с учебным материалом, прохождение контрольных точек, вот все это реализуется на базе платформы Уральского федерального университета. Московский государственный строительный университет, Нижегородский технический университет, там, собственно говоря, основная задача нашей платформы, как в Нижегородском техническом университете, это как раз повышение квалификации. Российский государственный социальный университет, тоже, там, порядка 5-10 тысяч студентов, в основном, из чистых таких дистанционщиков. Некоторые примеры вот из этого списка я покажу, и расскажу о них подробнее, вот именно в этапе демонстрации. Корпорация Иркут, это подготовка летного состава, тоже мы про нее сегодня поговорим, подготовка кадров, повышение квалификации, скажем, для Вальмарского флота, для Российской гидрометеорологической службы, для атомной промышленности, сотрудников атомной отрасли. Все это в той или иной степени связано с учебными центрами, где реализуется программа обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий, это наш опыт, и вот частью этого опыта я бы хотел в рамках сегодняшнего дня поделиться. Ну пока, вот я такое представление, наверное, вы составили, для того, чтобы мне тоже как-то представить вас, чуть-чуть хотя бы, да, агрегированно, я такой маленький опыточек подготовил, просил бы вас ответить на вопросы этого опроса, надеюсь, что видно, да? Мне будет более-менее так понятно, с какой степень диджитализации мне потребуется рассказать. Спасибо, что голосуете, отвечайте на вопрос. Так, ну судя по всему, да, судя по всему, значит, активные участники проголосовали, да, и общую характеристику мы можем с вами зафиксировать. Хорошо, спасибо за то, что вы нашли возможность нажать на кнопочку, не поленились, я останавливаю вопрос, ну, достаточно понятия мне по итогам голосования. Еще там будут опросики маленькие, по ходу дела. Итак, к нашему движению перейдем дальше. Понятно, что раз мы говорим с вами про дистанционное обучение, в первую очередь, да, там электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, то в основе, конечно же, лежит понятие системы электронного обучения, LMA-системы или SDO в русской аннотации. Основные функции этой SDO, как бы, ну, практически для любого, для любого приложения SDO, будь то повышение квалификации, там, обучение студентов или что-то еще, они здесь представлены вот на небольшом таком, на слайде, да. А какие функции анализуют? Это, конечно же, организация какого-то приема, то есть вы должны загрузить туда списки и регион сами зарегистрироваться, те, кто будет проходить обучение. Вот, можно пройти какие-то, какое-то входное тестирование, если есть необходимость, сформировать слушатели. Для того, чтобы все это организовать, необходимо подготовить, сформировать учебные курсы, контрольные измерительные материалы, или организовать эти учебные курсы уже в виде некоторых образовательных программ или их частей, там, семистровок, если мы про вас говорим, или программы повышения квалификации, включающие там 200-300 часов, какие-то модули в структуре этой программы. Это обеспечить слушателям, которые на эти программы образовательные зарегистрировались, доступ к учебным материалам, но не просто так, как вы положили книжки перед ним, читайте, как хотите, да, только должен быть некий порядок, то есть методика изучения и работы с этими материалами, методики должны тоже реализовываться в системе, провести контрольные мероприятия, зафиксировать учебные результаты, возможно, привести аттестационные мероприятия, хранить все эти результаты на протяжении какого-то времени, возможно, вывести сертификаты, в том случае, если это необходимо. Вот основные шаги процесса организации электронного обучения. Наверняка вы тоже, ну, это то, что я сейчас говорю, инско-банально, но для вас с вами это базит для чуть-чуть более поздних рассуждений. Наверняка я с этим сталкиваюсь. И тут вот у меня к вам маленький второй вопрос будет. Вот в такой интерпретации, сейчас я его отпущу, хотел задать вам вопросик, в такой интерпретации, ответьте, пожалуйста, на вопрос, использовали ли вы, являетесь ли вы пользователем LMS и для каких направлений, да, это может быть повышение квалификации, это может быть обучение студентов в ЛУЗе, или корпоративное обучение, или какие-то частные индивидуальные практики. Ну, может быть, что-то другое, что мне не пришло в голову, можно тоже здесь написать в качестве ответа на вопрос, буду тоже вам признательно. Здравствуйте, лучше на вопросе отвечать вот в маленьком окошечке, а не в чате, потому что тогда данные не будут загрегированы. Да, добрый день, да, спасибо, что вы отвечаете. Вот кто-то, чтобы написал, ну, для повышения квалификации себя, ну, да, понятно, и слушатели. Ну, как я понимаю, что, там, примерно половина, даже большая часть аудитории, по крайней мере, из тех, кто ответил на вопросе, не использует LMS. Тогда для вас, наверное, в большей степени информация будет, в первую очередь, познавательной, и она, о которой мы сегодня говорим, и вы ее сможете использовать в дальнейшем для принятия решения, необходимо вам это или нет, внедрять ту или иную систему электронного обучения, и какие процессы и задачи она может решать, помимо, собственно говоря, измерений контрольных виде тестов, ну, таких очевидных вещей, да, и размещения учебных материалов для ознакомления с ними. Ну, давайте пойдем дальше. Спасибо за то, что ответили, я останавливал вопрос. Итак, хотел бы акцентировать ваше внимание на то, что, вот по отношению к предыдущему слайду, все-таки в повышении квалификации есть ряд таких характерных именно для процесса повышения квалификации для учебных центров вещей, которые делают процессы в части организации учебного процесса, ну, и, как бы, смежные процессы особенными. Не такими, как в УЗИ, не такими, как, может быть, на порталах массового обучения, безусловно, но все-таки. И вот некоторые из этих аспектов я бы хотел осветить, и дальше в примерах это покажу. Ну, первое, что. Получение квалификации – это далеко не только просто курсы, которые выкладываются. Это, как правило, все-таки программы обучения, связанные с получением или подтверждением той или иной квалификации. Эти программы обучения заканчиваются выдачей, как правило, все-таки сертификатов. Эти сертификаты могут иметь срок действия. Особенно это важно для, например, безопасности, для полуохранения труда. Ну, например, у нас один из заканчивчиков – это в рамках Министерства здравоохранения Центра повышения квалификации медицинских работников в области охраны труда медицинских работников. Понятно, что она отличается от охраны труда сварщиков и железнодорожников в значительной степени, но тем не менее полностью Центра повышения квалификации медицинских работников можно полностью проводить в дистанционном формате. Это и вопросы профсоюзов, в том числе, которые, например, включены. Вторая особенность, к которой бы я хотел бы обратить внимание, что часто, в отличие от просто электронных курсов, которые вы выложили на портале электронного обучения, все-таки есть циклы планирования обучения, как правило, они носят годичный характер. Иногда еще есть циклы более мелкого уровня, квартальные, например, и оперативного планирования, в том числе реализация принципа начала обучения по мере комплектования групп. Достаточно динамичное формирование групп и программ обучения в зависимости от тех потребностей, которые, может быть, не столько планированы, сколько возникает оперативно достаточно. Следующее. Мы знаем всегда, что платное обучение существует, это мобилюра, но, тем не менее, важно, что в учебных центрах и в центрах повышения квалификации, как правило, есть отраслевые заказчики этого обучения, может быть, несколько, и центры, которые проводят обучение, проводят это обучение с учетом таких долгосрочных или постоянных действующих контрактов с представителями отраслевыми заказчиками. То есть, в рамках, например, вы берете себя, как центр повышения квалификации, обязательство обучить 100 человек со стороны заказчика А, но кого конкретно, Иванова, Петрова или Сидорова, вы на этот момент времени не знаете. У вас в контракте рамочно, как правило, описываются люди, которых выходит, количество этих людей, которые должны будете обучить и при привлечении тематики. Это сильное отличие от организации обучения, например, в том же ВУЗе, где более-менее, ну, с какой-то небольшой поправочкой, но тем не менее, неизвестно количество личных составов группы, программа обучения достаточно фиксирована, там, плюс селективные дисциплины, она не меняется, рабочие учебные планы утверждаются и практически не меняются на протяжении учебного периода. Еще одна особенность, это все-таки заметное включение очной контактной компоненты при повышении квалификации. Особенно это связано, я же говорил, с вопросами допуска к работам, каким-то, ну, например, железнодорожники, да, у них там, поскольку связано с безопасностью, в принципе, на железнодорожном транспорте, там, неправильно состыковали или неправильно перевели стрелки и, как бы, трагедия. Поэтому, безусловно, это связано с допусками к работе, подтверждением той или иной квалификации, вот, которая чаще всего все-таки требует личного присутствия где-либо, в том числе и из-за вопросов про аутентификацию, да, через интернет, все-таки кто-то другой за вас теоретически может пройти контрольную точку и сдать там тот или иной экзамен. Следующее, это оценка эффективности обучения. Вот, в отличие от ВУЗа, где мы с вами, ну, есть общие там аккредитационные показатели ВУЗа, ну, там, количество трудоустроенных, трудоустроенных по специальности, там, какие-то остаточные знания и все, они, в принципе, ну, несколько, такие, производные, да, то есть непрямые от деятельности ВУЗа. А вот для центров повышения квалификации очень важно, чтобы то относительно краткосрочное обучение, которое они проводят, приносило прямой непосредственный эффект. Ну, например, в корпоративном университете или учебном центре ряда организаций, из тех, которые я предчислял на слайде, напрямую зарплата в виде премиальной составляющей сотрудников учебного центра зависит от того, как хорошо они, в том числе, дистанционно научили сотрудников. Делается это за счет оценки результатов обучения не самим сотрудникам, а, ну, к примеру, линейным руководителям его, этого сотрудника, который выставляет, ну, условно, я немножечко упрощаю, но, тем не менее, оценку, изменилось ли в лучшую сторону поведения сотрудников после прохождения получения квалификации, если какие-то он стал эффективнее работать или нет. Если стал, тогда, грубо говоря, непосредственно там тренеру или в целом корпоративному центру начисляются какие-то бонусы в виде премиального фонда. Еще одна особенность, это учебный центр должен более-менее продвигать свои программы обучения и свои курсы в контексте маркетинга. следующая особенность, по которой я хотел обратить внимание, это значительный степень практическая направленность. Повышение квалификации в 90, наверное, 5% случаев это все-таки не теоретические знания. Это знания предельно, сугубо практически, как правильно действовать, как правильно решать задачи на своем рабочем месте. Тоже такая как бы особенность. и последнее, на что я бы хотел обратить внимание, в принципе, я уже это озвучил, это то, что часто эти курсы и получения квалификации связаны с допуском и с безопасностью, поэтому требуют особого внимания, особого учета в рамках информационной системы. Все, что я сейчас говорю и признашу, это те моменты и компоненты, которые проецируются на информационную систему, на систему электронного обучения. они должны как-то там присутствовать, должны быть как-то описаны. Вот на некоторые из них мы с вами попозже и посмотрим. Ну, давайте двигаться дальше. Итак, вот, собственно говоря, та платформа, о которой я рассказываю, она, как я же говорил, называется Irone 4G. Ее особенность состоит в том, что она предназначена не только и далеко не только для дистанционного обучения. Решит массу задач, мы про них сейчас узнаем, но, что самое главное, она как агрегатор сводит внутри себя все процессы, связанные с обучением. И дистанционным, и очным, и смешанным, и на различных уровнях с разной степенью реализации. И учебные курсы, программу обучения вы можете построить и целиком дистанционную, и целиком очную, с учетом всяких там нагрузок, преподавателей и прочее, и жутко смешанную, ну, жутко в кавычках, в хорошем смысле этого слова, перемежая дистанционные фазы, отдельных занятий, или компонентов занятий, или модулей, очень контактные и дистанционные. Вот такая платформа. Она вот как раз там внедрена. Итак, вот в целом, да, как я уже говорил, среди задач управления обучением, организации обучения, в том числе электронного, в рамках центров повышения квалификации учебных центров, вот в базе лежит в основе, конечно, цикл планирования. Планирование, ну, в первую очередь, годичного цикла. Вот как это выглядит, собственно говоря, на платформе. Годичный, цикл годичного планирования, он предполагает некий бизнес-процесс, который включает в себя несколько ключевых компонентов, ключевых шагов. На первом шаге формируется начальный или первичный реестр курсов, то есть, в ваших, как руководителя центра учебного предположения о том, чему вы хотели и какие у вас есть ресурсы для обучения в текущем календарном периоде, ну, или в планировом календарном периоде. Уведомление организаций ваших контрактеров, заказчиков, потенциальных, о том, какие учебные программы, какие учебные курсы вы готовы им предоставить и в каком объеме. На втором этапе получение предварительных индивидуальных или коллективных заявок от ваших заказчиков, обработка этих заявок и консолидация и сведение их в учебный план конкретного года на основании потребностей, которые выявлены на предыдущем этапе. Собственно говоря, уведомление их о финализации календарных планах этих организаций и проведение обучения, возможно, какие-то подвижки в зависимости от обстоятельств влево-вправо в рамках, например, квартала, и анализ результатов, анализ ключевых показателей эффективности, включая финансовые, план и факт. Вы планировали 2000 учебных часов в год, а провели 2120 учебных часов. Соответственно, это лучше, чем не провести вообще ни одного часа. Вот такие основные процессы. Но они не на бумаге, это все в электронном виде все стоит. И заказчики работают с личными кабинетами, и вы все это видите в статистику, динамику, аналитику, все в рамках личных кабинетов своего методиста, кто занимается организацией обучения. Тем не менее, в основе, результатом этого планирования являются программы обучения или программы подготовки, включающие в себя и планы графики, и учебные группы, и расписание, которое формируется с учетом ресурсов, которые вы распределяете, ограничения различного рода по срокам обучения, по нагрузке преподавателей, ну и по ряду других параметров в виде конкретного почасового учебного плана, привязанного, естественно, к календарям, ну и, соответственно, с получением учебного результата. Для того, чтобы работать системой, для решения техозначенных задач чуть выше, у каждого пользователя, кто не работает, будь то методист вашего учебного центра, или преподавателей, тренер учебного центра, или представителей заказчика, у каждого из этих участников естественно, есть в системе личный кабинет, он может быть выглядит по-разному, мы с вами посмотрим личные кабинеты, в зависимости от конкретного учебного центра, он настраивается под те потребности, которые у вас присутствуют, какие-то календари, какая-то аналитика может заладиться в личном кабинете, естественно, для слушателей, в первую очередь, их расписание, их уведомления, результаты обучения, в общем, личный кабинет как личный кабинет. Ну, вот здесь, например, в личном кабинете методисты, которые формируют эти процессы годичного или квартального планирования, как раз представлены шаги бизнес-процессов, о которых мы с вами говорили, но уже здесь не в виде пиктограммчик, а непосредственно в виде интерфейса, компонентов интерфейса программного обеспечения. Да, все это, естественно, в интернете, все это в виде брауза, в работе в браузе. В расписании одна из компонентов, о которой мы говорили, которая для учебных центров достаточно важна, потому что, еще раз повторю, что все-таки так или иначе, большинство учебных центров это привязано к каким-то ресурсам, а раз разделяемые ресурсы, будь то преподаватели, будь то помещение, оборудование специализированное, или что-то, что-либо еще, необходимое расписание. Мы с вами попробуем попробуем сформировать какое-нибудь расписание. Вот, в частности, для слайд с портала подготовки летного, кабинного и наземного персонала для самолета МС-21 корпорации Иркут. Таким происходит поводом очень. аналогичный блок с расписанием для подготовки подводников. Естественно, особенностью, которую я вполне не отлучил, но как раз повод есть отлучить, является еще то, что все-таки учебные центры, в отличие от вузовского обучения, они более-менее впечатление содержания образовательных программ где-то однородное. Мы все-таки учим если железнодорожники, так железнодорожники, летчиков не будет. Ну и так далее. И поэтому стоит такая потребность как в формировании единого централизованного хранилища не только учебных материалов, но и различного рода документов, регламентов, технической, нормативной документации и всего прочего. И не в рамках курсов, потому что курсы, ну вы видите на примерах порталов, их очень много, собственно говоря, блоков или модулей, которые проводятся. И если хранить учебные материалы в них, то мы просто запутаемся, мы не поймем какие версии, где там что менять. Это как бы такой элемент документа оборота, предметного документа оборота, который требует особого отдельного внимания. поэтому поэтому у нас на нашем платформе есть единое централизованное место хранения всех материалов, будь то контрольно-измерительные, будь то учебные материалы в электронном виде и будь то нормативно-справочные, информационные материалы. Это место называется база знаний. Она включает в себя инструменты управления базой знаний, такие как классификаторы, метки, поиск, экспертизу можно организовать, то есть сообщества экспертов, которые ведут те или иные блоки материалов. И из материалов базы знаний могут сформироваться образовательные модули или образовательные программы. Притом эти процессы отчасти автоматизированы, поскольку база знаний это не просто хранилище, это еще такое топологически ориентированное хранилище, то есть там некая семантика взаимосвязи присутствует между элементами и вот на основании этой топологии система может рекомендовать при в рамках формирования программы обучения использовать те или иные и привлекать в рамках образовательную программу те или иные блоки материалов, исходя из того, как это организовано внутри этой базы знаний. Естественно, это и ключевые вещи, про которые мы говорили сегодня, это и ключевые деятельности учебного центра. здесь на графике вы можете видеть популярность тех или иных учебных курсов, это и план-факт по экономической эффективности проведения тех или иных учебных курсов, формальные показатели количества проведенных учебных сессий или учебных курсов накопительным итогом, количество обученных по разным периодам времени, активность этих слушателей в системе электронного обучения, когда они приходят, когда они уходят, темпы подачи заявок. Это все то, что позволит вам оптимизировать деятельность учебного центра и более точно и эффективно планировать учебные мероприятия, исходя из некой аналитики базовой, которая появляется для того, что каждое действие пользователей потенциальных или ваших заказчиков фиксируется в системе. Эти все данные есть, надо научиться с ними работать, а система подскажет визуализировать те закономерности, которые есть в деятельности вашего учебного центра. Естественно, это учебные слушатели и учебный материал, как я уже говорил, это практическая направленность, в большей степени эти примерчики, паровой котел для ТЭЦ, видимо, чиповой централи. Я это покажу. поскольку чаще это связано с работой с оборудованием, с каким-то принципом состава, структуры функционирования, принципы действия, это требует не просто каких-то слайдов или документов, несколько иные подходы могут быть применены. Опять же, в демонстрационной слайде постараюсь показать нагляднее. Мы уже с вами проговорили. компонентами являются для очного обучения не только расписание, но и фиксация учебных результатов и очных учебных результатов, так чтобы преподаватель или тренер не фиксировал на бумажке, не писал там, был, не был, там, Василий, Коля или Петя. Это электронные ведомости успеваемости, опять же, с функциями аналитическими, вы можете вводить рейтинги в учебных группах, смотреть динамику освоения учебных материалов, динамику прохождения программы обучения в зависимости от категории или представителей заказчика, связывать результаты обучения и эффективность этого сотрудника потом на своем рабочем месте, о том, о чем я уже говорил. Вот все это делается тоже через такие программы обучения и контроль мероприятий. Ну и естественно это встроенные средства онлайн-коммуникации, вебинары в том же стиле, как мы сейчас с вами проводим. У нас есть своя собственная платформа вебинарная, которая называется E-Class. Она отличается от мерополиса в данном случае и от всех других платформ тем, что она в большей степени ориентирована на обучение face-to-face, то есть в таких много коммуникационных всяких вещей. Ну, вы видите, например, что сейчас на работе я вижу ваши фамилии, имена и отчества, как и мне, ну, честно говоря, при всем уважении мало что говорят. Я не очень понимаю, как вы реагируете на то, что я говорю, да, вы вовлечены или вы сейчас там находитесь на каком-то другом сайте и просто подслушиваете то, что у нас есть. Ну, в хорошем смысле слова, подслушиваете то, что сейчас проходит на вебинаре. Вот в нашей платформе, которая встраивается в портал электронного обучения, гораздо больше информации можно получить от пользователей, которые в данный момент времени присутствуют автоматически, то есть не надо принимать какие-то действия. Мало того, что я вижу вот там в нижней палочке, да, кто там присутствует конкретно, но я также там визуализируется активность каждого из пользователей. Вот как раз пошел он грубо говоря, чай пить в другую комнату, да, или все-таки активен и как-то как-то вовлечен происходящее мероприятие. Ну, так же, как если вы проводите занятия в аудитории, вы видите, кто из студентов пишет конспект, а кто смотрит в потолок или в окно, потому что там распустились цветочки и так далее. То есть, кто вовлечен и кто не вовлечен. И от этого каким-то образом взаимодействуете с аудиторией. Вот примерно эти же принципы здесь тоже у нас реализованы. Ну, про аналитику я уже говорил. Вот основные тезисы, которые я хотел высказать, почему они в виде презентации. Готов сейчас на часть вопросов, если они там накопились, ответить. Пока переключаюсь на режим демонстрации экрана для того, чтобы запустить демонстрацию и показать вам конкретные примеры в конкретных организациях. Так. вопросы. Вопрос по поводу скачивания демонстрации. вот, смотрите, я разрешил скачивать мою презентацию. Она называется UC1.PPTX. Там чуть меньше 6 мегабайт. Она загружена у меня в разделе «Зарешить участникам в общедоступных ресурсах». Он здесь называется. Если нет, если вы, по крайней мере, не можете ее скачать, здесь на слайде есть адрес моей электронной почты и телефон. Напишите мне письмо. Естественно, я вам пришлю ссылочку на эти материалы. Ну и на любые другие в принципе могут быть. Так. Надежда Александровна сказала, заметила, что она внимательно слушает. но это утверждение появилось по отношению к вам, а не в целом к полным всем коллегам, которые этого не написали. Может быть, кто-то и в окно смотрит. Ну, давайте дальше попробуем запустить демонстрацию экрана. В Мерополисе есть такая особенность, я не очень вижу, когда демонстрация появится, поэтому я вас попросил бы поставить плюсики, если вы видите содержание экрана, там должно быть написано гигиомет. Да. Нет, не видно, да? Так. Вот, напишут, что идет транспляция. Если Павел меня слышит, то я попросил за помощью. Вижу, не вижу ни надписи о том, что она идет не самой демонстрации. Давайте перезапустим. У меня написано идет трансляция. Нет, пока что-то не видно. ну, можно попробовать еще перевойти вебинар, конечно. О, кто-то видит демонстрацию экрана. Женя, тут давайте попробуем несколько качинок. Нет, мне кажется, какой камерой вас снимает, мне вопрос. Обычная веб-камера. давайте я попробую перезапустим. Да, 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 это один из вариантов. коллеги, прошу прощения за техническую паузу, да, у каждого программного общения есть твои недостатки. Так, еще раз. Так, вот-вот-вот, пошло-пошло, все. Вот, в смысле, программное обеспечение да, не отличается от людей, да? Ага. Спасибо, видно, да? Ну, и так, по порядку, значит, давайте. Ну, сначала несколько порталов покажу вам, вот они мне за гладочками наверху, там штук 5, наверное, будет, примеров. Да, спасибо, коллеги, в таком, в порядке усложнения, что я, да, примеров. Самый первый пример это институт развития образования, повышение квалификации работников педагогических кадров. Он находится в Ефтеринбурге, на протяжении, по-моему, тоже лет 7, может и больше. Значит, там используют тут наша платформа, разные версии, здесь она там развивалась, обновлялась. И вот здесь мы можем с вами видеть система института развития образования в городе Екатеринбург. Ну, давайте посмотрим со стороны методиста на эту систему, что в ней есть как таковое. учебные курсы, сейчас посмотрим на них, какие там примеры учебных курсов. что медленно, но лучше медленно, чем никак. Тоже обучение проходит, северозагружен. Ну, вот так выглядит каталог курсов. Какие здесь примеры? Обязовательная деятельность по адаптированным основам общего обязательных программ начального общего образования 72 часа, ну, в основном 72 часа, 24 часа курсы. Ну, вы видите, здесь есть часть дистанционных, часть ограниченных по времени. например, можем с вами посмотреть на количество слушателей, упорядочить по количеству и примерно прикинуть, сколько на одном дистанционном курсе учатся слушателей. Понятно, что если курс не дистанционный, а контактный, то есть очный, да, но, как правило, это там 20-30 человек, ну, может быть, максимум 40, ну, это уже перебор, потому что один преподаватель не в состоянии. А вот здесь вы можете видеть, например, госидеология и слежание технологии введения в федеральном государственном государственном стандарте 1213 человек, да, подготовка общего обязательных наблюдателей к участию в процедурах ЕГЭ, тысяча человек, ну, отступарившел по количеству, то есть наверху самые-таки массовые курсы. Вот их тут, ну, тут куча всяких курсов, например, и это еще только одна страница из 25-ти страниц этих учебных блоков модулей и курсов, которые присутствуют. Они могут быть объединены в такие мероприятия в учебные программы. Давайте посмотрим, есть они зашли или нет. Естественно, да, тут немного учебных программ, тоже видите, да, программа для детского сада, дошкольное обучение, информационная безопасность детей, подростков, региональное малое повышение качества образования в школах, и там какие-то, какие-то из них другие. Вот такой, такой портал электронного обучения, тоже очень много, десятка тысячный портал, то есть десятки тысяч людей там проходят еще не годы обучения. Ну, наверное, вот с этим примером все в качестве такого. Вот. Давайте дальше пойдем. Вот, например, портал Российской службы гидрометеорологической. Это в чистом виде отраслевое повышение квалификации. Запустили мы первый раз для них повышение квалификации в электронном виде тоже лет, ну, больше пяти лет назад. Вот в прошлом году проходило такое заметное обновление этого портала. и здесь проходят обучения, вот центр, собственно говоря, сам очный центр находится в Подмосковье, если я правильно помню, а здесь в рамках отраслевого повышения квалификации проходит переподготовку сотрудников Родинэйт по всей стране без приезда в непосредственно учебный центр. Ну, вот можем посмотреть тоже здесь в виджете статистика обучаемых на курсах. Вот в текущем время времени, да, мы можем посмотреть, что там записаны, сколько человек записалось на, например, переподготовку авиационных техников метеорологов. 219 человек завершили обучение к настоящему аютрению 206, а 13 человек еще не успели завершить. Ну, там, по каким-то причинам, может, в командировке если говорить. Процент завершения курса 94%. Есть курс по повышению квалификации авиационных техников в каком-то другом направлении, да, процент завершения 99%. Ну, и так далее. Сколько тут на каком курсе учится, тоже мы с вами можем посмотреть. Вот. Такой, такой тоже пример. Тут можно прогрегировать активность зелененькие трубики, активность по каждому из курса взять, посмотреть активность пользователей, по времени в системе, по количеству учебных сессий за прошедший период времени, например, за 28 дней, вот мы с вами рассмотрим, как они распределяются по датам. 21 числа много было проходило обучение. Такого типа наличка она как бы встроена естественно в системе. Такой пример. Вот еще один пример, это обучение, я уже упоминал, да, это обучение экипажей атомных подводных лодок. эта система не дистанционная в том смысле, что в нее нельзя попасть из интернета, потому что там какие-то секреты находятся, но тем менее для каждого экипажа, который проходит обучение или переподготовку по проектам атомных подводных лодок, у нас здесь в нашей области в Ленинградской есть учебный центр в Сосновом Бару, где проходит обучение экипажа атомных подводных лодок. И, соответственно, планирование все обучение и расписание в каждом другом предметчике проходит непосредственно здесь. Много особенностей именно в этом проекте, потому что организация подготовки экипажей сложная штука именно в организационном плане. Они учатся не одному и тому же, но сильно пересекаются в предметах обучения. Так, какие еще примеры? Ну, к этому вернемся попозже. подробнее рассмотрим пример. Все мы летаем, едем на транспорте, летаем самолетами. Вот новый, наверняка, вы знаете, самолет, который Россия построила, сейчас запускается тираж, называется МС-21. А учебный центр для подготовки летного, инженерного, кабинного и наземного персонала создан достаточно давно. Для того, чтобы можно было к моменту уже сдачи и выхода изделия самого подготовить персонал для него не по каким-то документам, а вот в таком электронном виде. Давайте посмотрим, какие процессы здесь и как они выглядят. Понятно, что каждый пользователь системы должен иметь свои учетные данные, чтобы в нее войти. я сейчас выбрал такой выводимый пароль, который позволит переключаться между различными ролями, для того, чтобы быстро вам это все демонстрировать. Что здесь мы с вами видим? Первое, что система двуязычная, мы можем переключиться с русского на английский язык, и тогда все пункты меню будет в английский. есть еще немецкий язык, казахский еще какие-то языки. Мы можем с вами посмотреть, как работает например методист, то есть тот, составляет программы обучения и наполняет их содержимым обучения. Например, здесь мы видим загрузку сервера, размещение активности, другие паренции используется, другой график. Вот знакомая вам уже столбчатая диаграмма. Этот сервер это тестовый сервер, это нереальный сервер, где проходит обучение, поэтому данных немногих. Чем занимается методист? Он контролирует тех, кто проходит обучение, тех, кто прошел обучение, подтверждает сертификаты, он формирует расписание. Основное конечно же это учебные сессии, как проходит обучение. Мы можем посмотреть, что каждая учебная сессия предназначена для какой-то категории, для какой-то должности, если говорить такими обычными терминами. В случае авиации это категория персонала. Летный состав, инженерный, технический состав. Указано на какой период времени рассчитана та или иная образовательная программа или модуль. поскольку обучение не только дистинционное и контрольные мероприятия все проходят не только дистинционно, но и очно, сформировано и даже в большей степени очно. Человек приходит просто в компьютерный класс и поскольку там может содержаться информация для служебного пользования в компьютерном классе авторизуется на компьютере и это деятельность должна быть запланирована. Это может быть самостоятельная подготовка, это может быть прохождение контрольных предприятий, то есть подтверждение той или иной квалификации, допуск к полетам или допуск к обслуживанию тех или иных узлов агрегатов самолетов самого, то соответственно здесь есть распределение ресурсов. Сейчас мы их увидим. Делается через расписание. Здесь для всего уже расписание сформировано. Возьмем какое-нибудь расписание для той или иной какой-нибудь учебной программы. Как это делается? Вот мы с вами видим здесь что? Справа в окошечке темы занятий и сколько часов в каждой теме, которые я должен распределить в расписании. Моя задача взять ту или иную тему и положить в ячеечку расписания по горизонтали дней недели по вертикали сетка расписания которая тоже настраивается если в ВУЗе то это пары в учебных центрах как угодно можно называться туда или сюда если я уже что-то положу могу переместить куда-либо в том случае если я планирую что-то дополнительное например консультации что-либо еще соответственно в каждой ячеечке могу добавить что-либо самостоятельное основная целевая функция это сведение тем занятий параметров к нулю расписание считается сформировано тогда когда мы с вами все часы распределить по сетке расписания самоподготовка или что-либо еще на те или иные дни ну соответственно вот дни недели и месяц мы можем с вами висать так же как например делаем это в лутлуке либо где-либо еще вот такой основной принцип формирования расписания когда мы считаем что оно сформировано тогда мы устанавливаем такой параметр что сформировано оно фиксируется уже не меняется в основной части сетки кроме дополнительных вещей и публикуется для доступа всех слушателей соответственно я как слушатель той или иной программы обучения всегда имею у себя личное расписание тех мероприятий которые в учебной программе запланированы знаю где проходит это все дело в каких помещениях кто тренер преподаватель включая например уведомления через мобильное устройство которое может быть установлено то есть на виде приложения все расписание можно увидеть там система также дополнительная позволяет контролировать конфликты и их в определенной степени разрешать конфликты такие одного и того же тренера вы назначили в два разных мероприятия в одно и то же время или если вы использовали помещения аудитории или лабораторные стенды для разных групп слушателей соответственно они будут конфликтовать ну и там ряд других еще пожеланий на выходные и праздничные дни назначили или выставлять приоритеты для преподавателей какие дни они могут какие дни они не могут проводить занятия и какие часы такого типа все это автоматизировано все это учитывается в самой системе ну давайте посмотрим еще на ряд других вещей это какие справочники используются для организации такого рода мероприятия это как я уже говорил программа обучения различные рода типы или виды занятий самостоятельная подготовка самостоятельная подготовка преподавателя контрольные занятия лекционные занятия ну и так далее в принципе набор видов занятий тренировки самостоятельно это разного рода формулы и метрики когда ну например когда считаете обучение успешным когда неуспешным это рейтингование это так называемое адаптивное обучение тогда когда программа мероприятий учебных для конкретного человека формируется динамически исходя из его текущих учебных результатов ну и каких-либо других параметрах это единый толковый словарь или глоссарий электронный для всего учебного портала как я уже говорил часто учебные центры такие монотематические направленности имеют и поэтому вы можете сравнивать перечень основных ключевых терминов тогда во всех учебных материалах они будут размечаться и подсвечиваться и появляются толкования по ним везде сквозняком так чтобы это было единообразно это сертификаты как я уже говорил которые могут иметь срок действия и являются основанием для допуска к проведению выполнения тех или иных работ это категории преподавателей ну на исключение здесь называется инструкторов или тренеров которые вы распределяете их особенности помимо профиля деятельности направления деятельности того или иного тренера это как я уже говорил предпочтение по времени проведения занятий на текущий учебный период это пул аудиторного фонда ну и прочего для того что вы распределяете для проведения занятий с их параметрами например вместимостью аудитории это регламент проведения занятий здесь на затеке расписание вот такие вот основные вещи ну и естественно содержание обучения понятно что ну если очное то тренер может там что угодно принять с собой либо что-либо взять из базы знаний ну вот какие-то из них я приведу например тут как раз это иркут ан-128 самолет китры загрузится что-то из регламента работы с загружаются прошу прощения но что делать очень долго попробуем еще не хочет не хочет по-другому 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 другой пример возьмем может быть да ну вот другой пример не авиационный но тоже будет понятен я уже говорил о том что как бы важно что вот моно да и предметные знания какие-то вот конкретно в данном случае это про котел паровой где вы можете там узнать о тех или иных элементов котла или принципах действия вот таким вот образом да перемещая картинку изображение там схемы этого котла между собой на экране в рамках учебного курса листая странички которые связаны с теми или иными компонентами или деталями деталями этого устройства там в общем в таком в таком режиме да в каком-то ну еще какой-нибудь примерчик может быть авиационный нам что-то подскажет курс такой по навигации да воздушные радиационные значения, аэродромы, карты летные, тоже, наверное, будет непонятно. Ну и какой-нибудь последний пример. Мы уже, как бы, подходим к концу, да, за рамки. Не очень хочется, не очень хочет наш браузер загружать некоторые компоненты, да, ну ладно, не хочет на такой незагруженной ноте, постанавливает процесс, завершать его, так, давайте вот схему попробуем хотя бы загрузить. О, наконец-то, да. Ну вот тоже, смотрите, принцип действия там какого-то агрегата, где мы компрессором, что-то еще, который, наверное, на такой схеме показывается, как где-то могут происходить отказы те или иные, да, и что делать там в случае возникновения тех или иных ситуаций, там, переключать или выключать. Ну, опять же, нам не принципиально важно, что тут, важно, что все это есть предметные знания и предметные умения, которые являются предметом подготовки в данном случае. Вот такие, кратко попытался сказать, порталы, естественно, всякие учебные группы, планирование обучения, все это присутствует в рамках автоматизации всей этой деятельности, включая, например, автоматизацию, связанную с подготовкой договоров для контрактов для заключения, контрактов на обучение, мониторинг всего этого дела, аналитикой и отчетностью, связанной с планом и фактом проведения обучения, нагрузками преподавателей тех же самых, да, для выплаты заработной платы. Вот, коллеги, на этом, наверное, я хотел бы подвести некую черту, может быть, смазно получилось, да, вот из-за тратика, но тем не менее, прошу меня простить, не специально, черту под своим рассказом, сейчас я верну на место, вот, и завершу, наверное, демонстрацию экрана и буду готов ответить на ваши вопросы, которые, возможно, вы задали в окошечке. Итак, давайте сначала промотаем. Псения Валерьевна спрашивает, правильно ли я понимаю, что на платформе базы знаний можно использовать визуальный учебный контент для слушателей, как набор отдельных модулей, связанных с учебной потребностью каждого слушателя? Ну, в целом, да, всегда есть какие-то особенности трактовки в русском языке, но в целом постановка верная. Возможно ли такая схема? В начале периода слушатель вставляет заявку, выбирая нужные ему модули, а потом на основании этих заявок комплектуются группы? Да, 100% возможно, конечно. Софья Владимировна спрашивает, можно попробовать сделать отдельные вебинары по оригинальным функциям платформы, чтобы все видели, как все классно и несложно. Да, спасибо за идею. Ну, в данном случае пространство, в котором мы работаем, является, организатором его является Павел, да, это скорее вопрос уже, наверное, к тематике вебинаров Павла. В том случае, если вам это интересно, то мы готовы, именно как компания GeeklyMet, естественно, в формате и вебинаров, и там, и в скайп, и что угодно, ответить на ваши запросы и подробно показать, продемонстрировать те или иные особенности, уникальные какие-то свойства в нашей платформе, ну, непосредственно, вот через наши вебинары, в немножко другой сетки, и также дать доступ для тех, кому это интересно, мы предоставляем такую возможность поработать на Павломе самостоятельно, удаленно, поскольку она дистанционная, всегда это приветствуем, если возникает такого рода интерес. Так, что тут в чате посмотрим. Ну, вроде как бы больше вопросов нет, насколько я понимаю, да, коллеги? Тогда спасибо вам большое за внимание, за то, что вы уделили час своей жизни нашему с вами общению. Надеюсь, что информация, которая была вам сегодня рассказана, ну, а хотя бы отчасти, окажется для вас полезной, или там, познавательной. Ещё раз касаюсь, что мы, как компания Депренд, всегда открыты к какому-то сотрудничеству или диалогу. Если у вас есть интерес, вот напишите мне, позвоните по телефону, и я с удовольствием скажу, продемонстрирую, предоставлю доступ к нашему программному изучению, для того, чтобы вы могли не просто узнать, да, но, если сказать, попробовать, как это всё на самом деле происходит. Ну вот, коллеги, ещё раз спасибо за внимание. Насим, наверное, должен попрощаться. И у нас ещё, примерно через месяц, запланирован ещё один вебинар с Павловым, да, в июне. Я надеюсь, что вам тоже, может быть, он будет интересен. Спасибо, коллеги, прощаюсь. Хорошего лета. Коллеги, давайте поблагодарим Дмитрия за интересный вебинар. Как всегда, интересный вебинар, хотел бы сказать. Да, подтверждаю. Примерно через месяц у нас будет ещё одна встреча с Дмитрием. Июньская уже. Мне задавали вопрос в чате по поводу модельки моей видеокамеры. Ничего необычного. Вот, вполне демократичная модель. Можете посмотреть, кому интересно. Вот. Ну и ещё раз обращаю внимание. Извините, что второй раз на этом акцентирую внимание. Хотел бы напомнить, что у нас идёт голосование за темы вебинаров. И сейчас я ещё раз дам ссылку на, одну минутку, на форму голосования. Кто ещё не проголосовал и кто хочет это сделать, может это сделать прямо сейчас. Вот так. 41 человек у нас уже проголосовавшие. У нас уже есть лидеры. Ну, давайте продолжим. Не будем завершать его раньше времени. Ну что ж, всего хорошего. До свидания. Прошу прощения. До встречи в Директ Академии. Завтра следующий вебинар. Не пропускайте. Директ Академии. Продолжение следует. Добавил субтитры...